Чехия стала пятой страной, которая официально поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ограничить возможности передвижения россиян по Европе. Это решение принял парламент Чешской республики. Там считают ограничение выдачи виз вполне закономерный шаг. А те россияне, которым необходима помощь, могут просить в Чехии убежище или международную защиту. Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые. Марик Женишек, глава внешнеполитического комитета Палаты депутатов Чешского парламента. Из сообщения Чешского радио. Ряд стран Европы, наиболее активно поддерживающих эту инициативу, уже приостановили выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Это Эстония, Латвия, Литва и Дания. Финляндия планирует на 90% сократить количество выдаваемых виз. Решение о прекращении выдачи виз гражданам России скоро должны принять в Польше. Сейчас там их выдают лишь водителям грузовиков, дипломатам, тем, кто имеет карту поляка и членам семей граждан Польши и других стран ЕС. Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан Российской Федерации, Польша работает над новым решением. Петр Вавжик, заместитель министра иностранных дел Польши из сообщения польского радио. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что не поддерживает введение всеобщего запрета на выдачу виз россиянам, поскольку считает, что война в Украине является войной Путина, а не российского народа. «Мы приняли очень серьёзные санкции, которые также затрагивают многих и многих конкретных лиц, олигархов и сторонников власти в России. И мы обязательно продолжим это делать. Но эффективность этих мер ослабилась бы, если бы они были направлены против всех, в том числе против совершенно невиновных людей». Но немецкие оппозиционные политики считают, что российские граждане не должны путешествовать как туристы в пределах ЕС, в то время как их соотечественники в Украине пытают убивают и терроризируют людей. «Это невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги, будто ничего не произошло. Действия России против Украины – это не просто война Путина. Кто хочет остановить Путина, не должен сдаваться сейчас, а должен продлить запрет туристических виз для российских граждан». Денис Радке, представитель оппозиционной партии Германии в интервью Бильд. «Сами же россияне, которые привыкли ездить в Европу к визовой изоляции, оказались не готовы». «Было всё, что мы были все вместе, и вдруг вот так, не знаю, как нельзя, надо дружить». «Это плохо и для них, и для нас, но они упертые, поэтому хотят нам ссить». «Это плохо, потому что не все россияне плохи. Не все россияне хотят воевать». Именно такая массовая изоляция россиян в дополнение к уже действующим санкциям может дать хороший результат, считают в офисе президента Украины. Визовый бан для россиян равно унижение. Оружие плюс санкции плюс изоляция и унижение равно победа над русским миром. С прицелом на многие годы. Именно этого боится Россия. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины. В Телеграм. Возможность общеевропейского визового эмбарго для граждан страны-агрессора России министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 31 августа в Праге.